Новости на восьмом. А значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. У природы есть плохая погода, что пережил Владивосток за неделю и есть ли свои плюсы в аномальных дождях. Работали на улице Русская, Давыдова. Там тоже последствия дождя нанесли такой, можно сказать, немалый урон, ущерб. В низком старте идет работа над формированием деловой программы и срочной достройкой улиц Дальнего Востока. Погоняли мяч. Ежегодные соревнования по дворовому футболу завершились во Владивостоке, собрав около 300 участников. Играем уже года 4-5 на этом турнире. Просто собрались и каждое лето собираемся, играем в своей команде, тренируемся и с года в год становимся лучше. Также в выпуске «Ясно как день» синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей. Еще раз скажем, остается на ПМЖ. Власти Приморья официально передали знаменитого тигра Амура Приморскому сафари-парку. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Владивостоку предстоит пережить еще одну аномальную ночь. Уже сегодня вечером гроза и ливень вновь вернутся во Владивосток. При этом синоптики обещают порывистый ветер. Тем временем, накануне с наступлением темноты во Владивостоке возобновилась большая уборка, которая идет в городе все эти дни. Специалисты говорят, дождь в ночь на пятницу Владивосток пережил гораздо легче. И это заслуга ночной работы дорожных бригад, которые успели прочистить системы ливневой канализации. Вода быстро уходила с подтопленных участков дорог. Что пережил Владивосток за неделю и есть ли свои плюсы в аномальных дождях? Смотрите в рубрике «Тема недели». Весь август Владивосток более-менее успешно сопротивлялся тайфунам, но на исходе лета дрогнул под натиском атмосферных фронтов. Уже сейчас ущерб, нанесенный инфраструктуре города, оценивается в 100 миллионов рублей. Первый удар стихии пришелся в ночь на 27 августа, в самом начале рабочей недели. Почти сразу в интернет попали сотни видеоматериалов, демонстрирующих последствия обильных дождей. Плывущие машины, провалившийся асфальт. Некоторые горожане откровенно выражали свое недовольство в сети. Другие относились к происходящему с уронией. В то же время взбесившийся грозовой фронт и не думал утихать. Уже 28 августа в 15 районах Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации, в том числе и во Владивостоке. Борьба идет с водой на всех этапах. Я думаю, что это хороший экзамен в жизни. И мы сделаем выводы и уроки, и будем продолжать работать. Глава города даже предпринял ночной обход по самым кризисным точкам города, где перед ним отчитывались о ходе работ по ликвидации последствий чиновники. Диманская, Авруровская, Ливудская и Пограничная. То есть по вот этому комплексу сегодня будет работа в этом районе? Ну, надо будет тогда люк все равно прикрыть. Если дождей не будет, надо люк прикрыть, чтобы утром люди не попали в этот люк. Закончат работу, закроют? Да, обязательно. Если уже тогда дожди пойдут, то тогда будем опять открывать. На момент ночного обхода Олега Гуменика во Владивостоке выпало 58 миллиметров осадков. За столь короткий срок это легко можно приравнять к особо опасному природному явлению в масштабах города. И последствия для некоторых районов Приморской столицы такими и оказались. Такую точку зрения отчасти подтвердили и главы административно-территориальных управлений. Первые же удары стихии на территории Ленинского района выявили ряд мест, которые практически стали чрезвычайными. Это сход грунта со склона сопки Комарова в районе улицы Ладыгина и Кузнецова. Это сход тоже грунта в районе Тобольская, 11. И 6 подтоплений улиц в различных частях района. Селевой поток на Ладыгина, сход грунта на Тунгусской, подтопленные низины в центре города, на Тихой и еще в десятках других мест. Все эти события разом навалились на администрацию Владивостока, экстренные службы, а также сотрудников муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Ну, очень много намыло, много оползней было, убирали. Работать надо, помогать городу, спасать город. Просто кто-то этого не видит, кто-то не ценит наш труд. Кто-то там ругается, кто-то говорит «молодцы». Хочу, чтобы наш город был чище. В единой дежурной диспетчерской службе круглосуточно вели мониторинг. В рабочей группе был и замглавы города Владимир Черепков. Там он выступил перед прессой. Причиной стало обильное выпадение за короткий промежуток времени осадков. В этом случае, опять же, я повторюсь, идет на нос грунта с сопок, так как рельеф города у нас гористый. Естественно, по результатам проведения работ будут сделаны выводы. По результатам этих выводов будут приниматься и меры, и будем учитывать в будущем организацию работы. Какие сейчас уже выводы можете сделать? Сейчас еще рано делать выводы. Давайте мы закончим полностью. Что же, кроме трехмесячной нормы осадков, принесли городу ливни? Определенный бонус получил аэропорт Владивостока. Дренажную инфраструктуру Международной воздушной гавани реконструируют. У руководства уже готова проектная документация дренажной системы, которая позволит увеличить водопропускную систему. Глава региона отметил, что готов помочь в реализации этих планов, а также в приобретении дополнительной техники, в том числе передвижных насосных станций. В то же время краевая власть указала городу на необходимость тщательно готовиться к проведению ремонта дорог и не откладывать его на вторую половину лета, сезон дождей, а проводить заранее, в мае-июне. А один из главных выводов глава города озвучил в интервью приморским СМИ. Наверное, я вас удивлю, если отвечу, что капитальный ремонт ливневки на «Динамо» был ровно год назад. Ливневка чистая, все работает. Почему все тонут? Да потому что ливневка там была сделана много десятков лет назад и была рассчитана на другой Владивосток. То есть принципиально нужно строить новые системы, но это колоссальные затраты, которые не потянет даже краевой бюджет, не говоря о городском. Надеюсь, деньги рано или поздно найдутся. Вслед за главой города эту веру лучше остается разделить и патриотам Владивостока, иначе масштабы оттока населения из Приморья, которые сегодня оцениваются в 80 тысяч человек в год, достигнут, как и уровень осадков, критических отметок. Олег Завьялов, Евгений Черемухин. Новости на восьмом. Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей. Паводки в Сибири и аномальные дожди в Приморье вызваны перегревом территории Китая этим летом, сообщает Примгидромет. Как пояснил главный синоптик края Борис Кубай, весной и летом на территорию Китая проникал теплый, перевуложненный тропический воздух. Этот воздух распространялся дальше и постепенно стал причиной наводнений сначала на Байкале, затем на Амуре, а потом в Приморье. В ряде районов Приморского края выпало до двух месячных норм осадков. Наиболее интенсивные дожди прошли в средних и нижних течениях основных рек, но катастрофических наводнений не наблюдаются. Реки, которые берут начало на Сихот и Алине, до этого не получали достаточно воды из-за дефицита осадков в этом районе. Тем временем власти Приморья планируют обратиться в прокуратуру с просьбой проверить факты повреждения мостов паводком. Губернатор Приморья Олег Кожемяков в ходе заседания оперативного штаба ПЧС поручил проверить подрядчиков, из-за бездействий которых в августе в крае дождем размыло мосты и было нарушено транспортное сообщение с селами. Глава края отметил, что необходимо установить ущерб, причиненный бездействием подрядчиков или неполноценного исполнения ими своих обязанностей. Напомним, в середине августа на Приморье обрушилась серия тайфунов, были затоплены дороги, дома, несколько сел были отрезаны от внешнего мира из-за размытой дорожной инфраструктуры. В край объявлен режим ЧАЭС. 29 августа Московский городской суд принял решение перенести рассмотрение апелляционной жалобы по делу экс-главы Владивостока, владельца компании «Востокцемент» Игоря Пушкарева, поскольку в суд поступили новые жалобы от участников процесса. Новое заседание состоится 3 октября 2019 года. Суть жалоб на незаконность, непоснованность и несправедливость приговора Адвоката надеются, что Московский городской суд разберется в тех доводах, которых защита считает крайне противоречивыми и правильно квалифицирует те доказательства, которые имеются в материалах дела. Адвокаты считают, что доказательств более чем достаточно, чтобы вынести оправдательный приговор. На наш взгляд суд первой инстанции недостаточно объективно отнесся к материалам дела, к показаниям сторон, к письменным доказательствам. Мы надеемся, что все эти ошибки будут исправлены в суде операционной инстанции. Существенный аргумент состоит в том, что это же уникальное дело, потому что осужден в общем-то чиновник, который не воровал ничего из города. Нету не установлено факта того, что городу причинены какие-то убытки. Это наоборот чиновник, который своей предпринимательской деятельностью положил в город свои личные средства, причем в огромном количестве. Пожертвовал, построил детские сады, дороги, спортивные комплексы. И вот это незаконное предпринимательство, вменено ему, по сути дела, в вину. Ну, на наш взгляд, это неправильно. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой. В низком старте идет работа над формированием деловой программы и срочной достройки улиц Дальнего Востока. Остается на ПМЖ. Власти Приморья официально передали знаменитого тигра Амура Приморскому сафари-парку. Погоняли мяч. Ежегодные соревнования по дворовому футболу завершились во Владивостоке, собрав около 300 участников. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. В низком старте идет работа над формированием деловой программы и срочной достройки улиц Дальнего Востока. Остается на ПМЖ. Власти Приморья официально передали знаменитого тигра Амура Приморскому сафари-парку. Погоняли мяч. Ежегодные соревнования по дворовому футболу завершились во Владивостоке, собрав около 300 участников. До открытия юбилейного пятого Восточного экономического форума во Владивостоке остались считанные дни. Традиционно он будет проходить на площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета на острове Русский. На ВЭФ-2019 ожидается участие премьер-министра Индии Нарендры Моди и премьер-министра Японии Синдзо Абе. Сейчас идет работа над формированием деловой программы и срочной достройкой улиц Дальнего Востока, потопленных атмосферным фронтом, под влиянием которого находится Приморская столица уже несколько дней. Подробности у Катерины Матвеевой. За три дня с 4 по 6 сентября на площадке Восточного экономического форума пройдет полсотни мероприятий деловой программы. Она состоит из четырех тематических блоков. Новые решения для ускорения экономического роста, создавая условия для бизнеса, Дальний Восток и АТР, развивая возможности для сотрудничества и новые решения для повышения качества жизни. Отдельное внимание уделят строительству ВКАД. На эти цели государство предполагает выделить 89 миллиардов рублей. Серьезные инвестиции, которые создадут дополнительные рабочие места, которые принесут доход бюджета и дополнительные налоги. Ну и, собственно говоря, ряд других направлений будет рассматриваться на ВЭФ. Мы сейчас готовимся активно, чтобы рассказать о том, что из себя представляет Приморский край, чтобы привлечь инвесторов. В том числе, вот вы наверняка наслышаны, будет сейчас рабочая встреча в преддверии ВЭФ. Это Индия, то есть приезжает представительная делегация. На самом ВЭФ будет лидер Индии, господин Моди. И готовятся очень серьезные встречи и предложения. И вы знаете, что у нас реализуется проект по огранке алмазов. И, собственно говоря, мы намерены расширять свои экономические связи с Индией. В деловой программе мероприятий Приморский край проведет секции по судостроению и судоремонту, так как развитие этой отрасли является приоритетом для региона. А вести переговоры, встречи и посмотреть презентации можно будет в павильоне Приморского края. Его монтаж почти завершен на улицах Дальнего Востока. Павильон очень приличный, очень объемный, вместительный, с хорошей рядовой площадкой, с возможностью провести беседы, встречи, ознакомиться с тем подсоциалом, которым будет представлять Приморский край. Павильон выполнен в форме морской раковины, а его экспозиции познакомят с проектами, которые изменят облик Владивостока в ближайшие несколько лет. Одним из главных экспонатов станет инвестиционная карта. На ней отмечены значимые проекты и производство. Я считаю, что это правильное решение, затратив довольно значительные средства, которых мы, кстати, из всех субъектов, наверное, меньше всего затратили. Потом посмотрим, какой коэффициент использования денежных средств и результативности. Бессловно, должны использоваться. Поэтому здесь мы проведем такой блиц-опрос среди студентов для ВФУ, этого городка. Что им важнее, что нужно. Интернет-кафе или, может быть, библиотека или какая-то другая зона для общения. Быстро переформатируем это. И посмотрим, или, может быть, отдадим его в аренду, или какая-то молодежная общественная организация возьмет это, чтобы он принесли пользу. Впервые на ВФ в павильоне нашего края будет представлена концепция развития острова Русский. Здесь появится инфраструктура для занятия спортом и отдыха, а с материком свяжет новый мост через остров Елена. Также посетители смогут познакомиться с проектом по созданию музейно-выставочного и театрального комплекса во Владивостоке. Согласно сайту госзакупки, строительство павильонов и участие делегации в выставке обходится регионом в 30-40 миллионов рублей. Впервые в этом году на улице Дальнего Востока будут представлены павильоны Бурятии и Забайкалья, которые в 2018 году были включены в состав ДВФО. Бурятия представит посетителям вертолеты производства Улон-Уденского авиазавода. Камчатка порадует гостей огромным крабом. В павильоне республики Саха-Якутия представят клонированную лайку. Клон 12-летней якутской охотничьей лайки станет самым необычным экспонатом выставки, на которой также пройдет розыгрыш настоящих бриллиантов. Подготовки павильонов к юбилейному ВФ помешали проливные дожди во Владивостоке. Набережная кампуса ДВФО стоит в огромных лужах. Власти заявили, что сроки подготовки улицы Дальнего Востока сдвигаются, но организаторы надеются закончить к намеченному сроку. Работы на набережной кампуса ДВФО продолжатся до 2 сентября. Ранее организаторы планировали завершить установку выставочного комплекса 24-25 августа. А вот окончательный список кафе и ресторанов города, которые будут рекомендованы для посещения гостям и участникам Восточного экономического форума 2019, в мэрии уже составили. Все 19 предприятий прошли тщательные проверки Роспотребнадзора, фонда Росконгресс и мэрии. Изначально в списке было 75 наименований. В администрации города подчеркнули, что некоторые популярные рестораны Владивостока не вошли в список по собственной инициативе. В рамках культурной программы ВФ пройдет фестиваль Дни якутского кино. Впервые столицы Дальнего Востока пройдет показ самых популярных фильмов, снятых кинематографистами Якутии. Для показа выбран кинотеатр Уссури. У приморских зрителей будет возможность увидеть лучшие якутские кинопроекты последних лет и встретиться с авторами картин. На фестивале будут представлены трагикомедия «Надо мной солнце не садится», историческая драма «Детство, которого мы не знали», драма «Царь-птица» и фильмы ужасов «Проклятый хомос». А вот регаты больших парусников на этот раз не будет. Ее планируют снова провести в заливе Петра Великого в 2020 году. Ожидается, что на ВФ-2019 будут подведены итоги, проделанной за пять лет работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, а также определены направления развития на следующие годы. Напомним, на ВФ-2018 было подписано 220 соглашений на общую сумму 3 трлн 108 млрд рублей. Во Владивосток по электронной визе прибыл 100-тысячный иностранный турист. Им оказалась обычная студентка из Японии, прилетевшая в столицу Дальнего Востока с подругой. В торжественной обстановке представители аэропорта, администрации края и авиакомпании «Аврора» вручили путешественнице из Японии памятные подарки и цветы. По даманным аэропорта сегодня наибольшей популярностью электронная виза пользуется у граждан Китая и Японии. Упрощенный визовый режим в свободном порту Владивосток стал действовать в августе 2017 года. Иностранные туристы могут прибыть на Дальний Восток по электронной визе через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив визу через интернет. Тигр Амур сменил временную прописку на постоянную. Власти Приморья официально передали знаменитого тигра Приморскому сафари-парку, дирекция которого выступала против перевода хищника в один из зоопарков Кубани. На сайте парка размещен договор о передаче Амура во временное безвозмездное пользование сроком на 15 лет в целях защиты окружающей среды. Указанная в документах стоимость краснокнижного хищника 100 тысяч рублей. Ранее тигр Амур по закону принадлежал Хабаровскому краю. В сафари-парке Приморья Амур и его сестра-тигрица Тайга находились временно на основании договора. Но срок его истек. Знаменитого хищника собирались передать в один из зоопарков Кубани. За защитники выступили против этого. Руководство сафари-парка обращалось к властям, в надзорные органы и общественные организации с просьбой оставить тигра в Приморье. Власти Хабаровского края решили передать тигра Амура в собственность Приморскому краю. Мы продолжаем рассказывать вам о том, что удивляло, радовало, а где-то даже и шокировало пользователей интернета. Сегодня покажем и расскажем о российском роботе Федоре на МКС, о самом коротком поединке ММА и кавер-версии хита Аллы Пугачевой «Владивосток». Все подробности у Дмитрия Беломестного в рубрике «Топ-5». Космический корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом Федором в автоматическом режиме успешно причалил к Международной космической станции со второй попытки. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить «Союзы ФГ». Кроме того, это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный космонавт на борту — человекоподобный робот Федор. На МКС он будет находиться до 6 сентября, а потом вернется на Землю. Илон Маск показал видео с успешными испытаниями аппарата «Стархоппер». Аппарат, который собираются отправить на Марс, вертикально поднялся в небо и после короткого полета плавно сел на Землю. Корабль выглядит довольно футуристично, но для Марса вполне подходит. В общей сложности полет «Стархоппер» продолжался около одной минуты. Бой турнира «Беллатор» 225 между белорусом Эдуардом Муравицким и израильтянином Адивом Газали длился всего 11 секунд. Белорус, к слову, проиграл. Газали в самом начале боя бросился в ноги и скрутил пятку белоруса. Многие поклонники посчитали поступок израильтянина неспортивным. Матч по продолжительности стал рекордом организации. Бывший игрок Enfail Тай Шмидт три месяца гонялся за крупными атмосферными вихрями и штормами через великие равнины Соединенных Штатов, чтобы запечатлеть их во всей красе. От его ролика просто невозможно оторвать глаз. Певица из «Артема» Мариша ТС-4 презентовала в своем инстаграм кавер-версию хита Аллы Пугачевой «Владивосток». Поклонники одобрили ее вариант перепевки и хотят услышать полную версию песни. Дмитрий Беломеснов, новости на восьмом. Городской турнир по дворомовому футболу завершился во Владивостоке. Ежегодные соревнования в этот раз объединили около 300 участников. На поле встречались молодые футболисты 13-20 лет. Борьба за кубок проходила в новом олимпийском формате. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Ежегодный турнир по дворовому футболу в этот раз попал под горячую руку стихии. Нескончаемые дожди хоть и поменяли план соревнований, однако не повлияли на качество мероприятия. Футбольная битва вновь собрала несколько сотен участников, готовых сражаться за звание лучшей любительской команды Владивостока. Есть команды, конечно, и отдельные игроки, которые, ну не скажу, что играют с самого первого турнира, но играют на протяжении последних трех-четырех лет, переходя из одной группы возрастной в другую. Есть даже в некоторых командах наши волонтеры, активисты корпуса волонтеров МРЦ, которые активно занимаются футболом. Турнир этого года прошел в новом формате – на выбывание. Это значит, что из 26 изначально заявленных команд в каждый следующий этап проходил только победитель. Отказ от группового этапа придавал больше мотивации ребятам, ценность каждой игры возрастала. Уже традиционно борьба шла в трех возрастных категориях. Парням здесь от 13 до 20 лет, и у большинства из них есть уже свой давно сложившийся коллектив. Обычная дворовая команда, играем уже года 4-5 на этом турнире. Просто собрались и каждое лето собираемся, играем в своей команде, тренируемся и с года в год становимся лучше. С первыми командами нам удалось легко сыграть, потому что не очень опытные пацаны были, а вот с последней командой, которая прошла с нами финал, ну было напряжно. Но у нас еще пацаны некоторые травмировались, но это не повлияло на результат. Финальная драма развернулась все на том же стадионе 77-й школы. По итогу в младшей группе чемпионом стала команда «Энергия», в средней – коллектив «Смагин» и его друзья. А вот в самой зрелищной, старшей категории кубок взяли уже опытные ребята «Олл Старс». В очередной раз турнир позволил проявить свои футбольные навыки молодежи со всех уголков Владивостока. Как отметили организаторы, соревнования по дворовому футболу будут продолжены и в следующем году. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Владивостоку предстоит пережить еще одну аномальную ночь. Уже сегодня вечером гроза и ливень вновь вернутся во Владивосток. Виновных накажут. Губернатор Приморья Олег Кожемяка поручил проверить подрядчиков, из-за бездействия которых размыло мосты в крае. Ясно, как день. Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей. В низком старте идет работа над формированием деловой программы и срочной достройкой улиц Дальнего Востока. Остается на ПМЖ. Власти Приморья официально передали знаменитого «Тигра Амура» к Приморскому Сафари-парку. Погоняли мяч. Ежегодные соревнования по дворовому футболу завершились во Владивостоке, собрав около 300 участников. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8-го канала, во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Уже сегодня вечером гроза и ливень вновь вернутся во Владивосток. При этом синоптики обещают порывистый ветер. А вот уже в субботу и воскресенье дожди оступятся от приморской столицы. У жителей и гостей города появится возможность нормального летнего отдыха на свежем воздухе. А если кто-то уже забыл, как это делается, вам напомнят гималайские медвежата приморского сафари-парка. Вспоминаем подзабытые за дожди навыки вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. А я желаю вам все-таки хороших выходных и до встречи на восьмом канале. С вами был Александр Масликов. Увидимся.